привет друзья сегодня мы с вами приготовим тыкву в духовке этот рецепт очень простой и вкусный он мне нравится тем что с тыквы даже не придется снимать кожуру а сама тыква получается мягкой сочной и невероятно вкусная как-то тыква которую нам в детстве готовили наши бабушки ну что давайте приступим нам нужно взять тыкву и хорошенько помыть ее от земли затем аккуратно разрезать на две половинки режьте пожалуйста аккуратно потому что обычно кожура у тыквы очень толстая теперь с помощью столовой ложки ножа или просто рукой достаем из тыквы семечки и мякоть они нам не пригодятся мой дедушка обычно оставляет семечки для рассады а бабушка раньше прокаливала их на сковородке мы их сушили таким образом а потом ели смотрели телевизор и грызли тыквенные семечки сейчас я их к сожалению просто выкидываю потому что у меня нет идей что с ними делать но вообще конечно они очень полезны и их лучше оставить и потом тоже съесть когда вынули семечки убираем их в сторону тыквы переворачиваем и также аккуратно нарезаем на кусочки режем прямо с кожурой кожуры снимать не нужно если конечно у вас тыквы не такого сорта когда там очень толстая кожура такие бывают я знаю но обычно у тыквы кожура тонкая ее можно нарезать прямо с ней сначала режем тыквы вот на такие вот длинные кусочки полукруглые а потом мы их наробим уже на кубики кстати эту тыкву я покупала в супермаркете перекресток и она просто невероятно ароматная когда я разрезала ее пополам на кухне уже сразу запахло очень вкусно тыквой я думала что вкусную тыкву можно взять только с дачи но нет оказывается в супермаркетах тоже продается вкусные тыквы я даже съела один кусочек просто так сырой кстати любите есть сырую тыкву или я одна такая так теперь берем наши полукруглые кусочки тыквы и вот так вот мелко их режем здесь главное постараться нарезать тыкву одинаковыми кусочками ну примерно одинаковыми чтобы они одновременно приготовились в духовке и не было такого чтобы какие-то кусочки крупные внутри остались сырыми а мелкие уже пригорели тыквы нарезали теперь берем форму для запекания или противень главное чтобы вся тыква у вас уместилась моя форма для запекания была достаточно маленькая поэтому я взяла обычный противень застилаем его бумагой для выпечки и выкладываем тыкву маслом смазывать бумагу уже не нужно кстати тыкву запеченную таким образом можно не только есть просто так но и готовить из нее какие-то десерты или выпечку этот рецепт очень универсальный такой получается быстро и вкусно очень рекомендую добавить его в закладке и не терять теперь нам понадобится сахар самый обычный белый сахар а лучше коричневый тогда тыквы получится с карамельным привкусом просто посыпаем каждый кусочек тыквы немножко сахаром количество сахара можно регулировать по вкусу если хотите более сладкую тыкву то посластить ее побольше у меня дома был коричневый сахар и я вообще часто его использую но в этом рецепте мне хотелось показать вам что тыкву можно сделать и с обычным сахаром поэтому я тоже использовала белый посмотрите каждый кусочек тыквы должен быть хорошо посыпан сахаром при выпечке сахар начнет плавиться и придаст тыкве такую вкусную карамельную корочку теперь нам понадобится растопленное сливочное масло растопить сливочное масло можно на водяной бане или в микроволновке я воспользовалась последним способом просто сложила масло в мерный стакан как на видео и поставил микроволновку примерно на 20-30 секунд растопленным маслом нужно полить каждый кусочек тыквы точно так же как мы посыпали и сахаром кстати использовать мерный стакан с носиком очень удобно если такого стакана у вас нет можно поливать тыкву с помощью чайной ложки теперь берем противень и ставим его в разогретую духовку готовим примерно 20 минут при 200 градусах точное время приготовления зависит от вашей духовки и от размера кусочков то есть от того как крупно или мелко вы нарежете тыкву посмотрите какая красота у нас получилась тыква запеклась масло расплавилась и сахар превратился в карамель это просто невероятно вкусно такая тыква мне нравится как в горячем виде только что из духовки так и в холодном я складываю ее в контейнер с крышкой и убираю в холодильник на хранение ну правда сильно долго она у нас не лежит обычно мы съедаем ее за день максимум за два а еще я очень люблю добавлять такую тыкву в кашу по утрам на завтрак приятного вам аппетита